хочу обратиться к россиянам которые нас смотрят интервью ваших солдат не покажут по федеральным каналам комментируйте ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких особенно в российских пабликах чтобы больше людей там в россии знали правду об этой войне как полное имя галунский сергей иванович какого года рождения 15-го 1974 сами откуда город горловка донецкая оба горловка когда присоединились к формированием так называемой днр да я так понял что вы воевали за днр когда я вчера если начал разговаривать то короче мне просто пришлось ведущий мне вопросов не задавал почему потому что я начал рассказывать и рассказывал я очень долго понимаете ну хорошо если вам интересно давайте в общем получилась такая ситуация я поругался с женой 22 февраля соседи вызвали милицию приехала полиция забрали меня не в участок отвезли просто-напросто военкомат до утра продержали военкомате утром зашел какой-то вояка походу начальник военкомата пойдете воевать куда мне воевать у меня 17 с половиной срок отсижу у меня ребенок сейчас два годика девочка то есть мне эта война на 300 лет мне нужна если бы я хотел воевать я пошел бы воевать в 14-м году 15-м и так далее ну смысл в том что под конвоем отвел отвели нас двоих на призывной пункт посадили в автобус когда автобус тронулся тогда комбой пошел по своим делам не хочешь воевать иди в тюрьму лично ко мне было сказано так почему потому что они смотрели мол типа сиделец тебе не привыкать хочешь иди сами поймите куда сидеть 48 лет ну какая может быть и война и тюрьма то есть я работал я воспитывал ребенка я жил понимаете я очень много потерял времени в тюрьме у меня была первая статья у меня было 229 это наркотики ну опять же хищение наркотических средств без разбоя зашел в разваленный дом взял пакет с коноплей по дороге хлопнули ппсники 4 года хищение наркотиков у кого я украл за что вы меня сажаетесь ну это это когда было это было в девяносто шестом году девяносто шестом да потом потом 2001 сел за убийство то же самое там просто тупо провоцировал охранник сам провоцировал охранника где охранник я работал когда-то на коктильне фирма ронда была такая в горловке да в горловке ну и получается так я этого охранника хорошо знал приехал я туда до девчат взять рыбы деньги были все нормально деньги были на такси приехал я с товарищем приехал взять рыбки через забор перепрыгнул там центральная рота они закрыты до тех до других не пошел думаю сейчас перепрыгну возьму рыбки поговорю с ним где тем более начальство постоянно смотрю закрыта никого нету выходит афоня а шо ты это так и так уже отпустили их раньше ушли 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 все разворачиваюсь я говорю там поговорить с начальником цеха он ездил в мариуполе покупал сеть дель ну рыбу коптить если что там хотя бы метров пять купить то что вот зачем ты покупать у него давай денег ныряй а я когда-то открывал цех но мне сказала старший теснова церковь открою цех потому что виталик уехал надо попасть в цех вопросе открыл а он как раз увидел что я могу ну еще я тебе деньги то не вопрос мне без разницы кому деньги давать ну короче оконцовка-то и гурка на меня кинулся ну и все а я как раз сетку отрезал ножиком то есть у меня не было вообще подсознание там его убивать что я понял сколько дали потому что в украине от 15 а почему 11 дали за убийство от 15 а у меня было не санкционировано то есть я не готовился к нему неумышленное а неумышленное да 11 дали да 11 это отсидели все 11 4 11 это 15 еще потом что было это уже в 15 квартиру уже когда война шла выставил это обокрал да обокрал да сдали два с половиной года и где сидели все я сидел на волноваха поселок молодежный это 4 года усиленный режим а потом на 120 в донецке два срока я сидел там начальник знал я был помощником администрации то есть у меня были все должности высокие начал от залхоза отряда и потом пошел 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 хорошо я понял давайте возвращаемся к этому под конвоем типа повезли а какие ну а то есть должность какая рядовой да рядовой как его пекарь рядовой повар пекарь рядовой то есть на кухне были оружие давали да уже дали сначала гранаты дали потом забрались а когда в плен попали 10 сентября 10 то есть фактически от начала войны до 10 23 числа получается 20 а где взяли плен харьковская область юрченкова да обстоятельства обстоятельства дали команду отходить ну все быстренько попрыгали мне говорят возьми сухпай мне пошел командир я пошел сухпай взял бы нашел это что-то рот вынес поди в тушенки не кидай просто в этот сам ну пошел я обратно по комиссию ходил он подпалил быка одна машина уехала вторая машина уехала вот он на квадроцикл спрыгнул говорит а уходи и поехали тут быка начало стрелять коптеры подлетели то есть я ушел в укрытие миномет начал стрелять думаю пересижу сейчас успокоиться чуть-чуть пересидел смотрю там никого нет а в этом поселке я там только вы с этим из каска были пару километров а задачи какие стояли задачи значит наблюдение только наблюдать накапываться то только эти так называемые лонаровцы бы эти доноровцы были российские войска были российские войска были у нас на правом фланге на левом фланге за нами ну мы даже не видели никогда морда стояла очень далеко вы отдельно как бы стояли отдельно стояли да наш батальону как у нас взвод 35 человек там 30 мы стояли у нас напротив нас было болото то есть мы при всем желании ну не могли не вести никаких боевых действий ну хорошо это все понятно ну например типа под конвоем короче отправили да ну вас же как бы жизненный опыт тяжелых ситуаций есть да ну то есть на 17 лет они 17 лет тюрьмы из 48 годов жизни это много да это почти половина да если взять да вот можно было просто убежать убежать а жить как дальше если у тебя семья ребенок у тебя тебя записали то есть тебе ну пойдет какое-то наказание соответственно то есть ну вскрываться ты не будешь то это время понимать плюс ко всему документов то нет у меня нет документов у меня у меня взяли его документов нету говорю у меня только дома лежит свидетельство рождение все то есть украинский паспорт я не успел получить вот четырнадцатом году у меня был я потерял все днр паспорт я также сама не смог получить потому что у меня нет прописки у меня есть квартира от отца осталась квартира но я в ней не прописан, то есть я написал заявление, что я претендую на наследство, это вот еще при Украине, вот как раз он в 12-м году умер, претендую на наследство и так далее и тому подобное, и все, и тут вот, пожалуйста, поехал заработать денег в Брянск, тут началась война. Чем занимались после того, как вышли, после этого, как дом выносили или хату там? Вообще по ремонтам, а потом я был, на ферме работал. Разнорабочий, да? Да, потом был управляющий фермы, то есть дорос до этого, я за два года поднялся. А сколько платили на войне? На войне? Ну, знаю, что в августе прибавили, в общем, должны были выплатить 270 тысяч, 100 тысяч за должности, ну 170 тысяч получается, в месяц, да, а перед этим 25 тысяч, это февраль, февраль-март, и апрель, по-моему, 76, апрель-май 76, ну я получил, за все время я получил 50 тысяч, то есть 20 тысяч я получил в апреле, ой, в июне нам привезли наличка, вот, и 30 тысяч в августе. Хочешь, едешь в отпуск, получаешь деньги, или пиши доверенность на родственников, ну мне никого нет. Ну, то есть, ну, суммарно, как бы, должно было быть по 170к, да, в месяц? Ну, последние месяцы. А какой континент вообще воевал? Ожасный континент. Почему? Ну, потому что в прямом смысле слова. Ну, люди, то есть, они вообще, ну, от войны далекие, от армии далекие, вообще, ну, и больные, и бурные, и психически неуравновешенные, и эпилепсики, и, ну, согнали именно вот всех подряд, кого вот выхватывали, всех загоняли на войну, всех, где-то реально, это так оно и есть, вот, то есть на, у нас, когда нас держали в Горловке, потом нас, ну, отвезли сначала в Янакиво, переодели, и с Янакиво опять в Горловку набаршли, и вскрывались люди, вот, потому что, ну, тупо не хотели идти на войну, ну, толку никакого, заштопали вперед, и эпилепсия, и сердце хватало, вывезли, привезли, вывезли, его нету, не знаю, где он, то есть, ну, ну, собирали все, всех подряд, гребли, именно тупо гребли, понимаете, хочешь ты, не хочешь, вперед, ну, мясо, собрали тупо мясо, вот, ну, как я это вижу, и как я видел это на первое время, понимаете, то, что там командир приехал к нам с России, у нас один, единственный был командир с России, командир батальона, вот моя задача, вас сберечь, вас спасти, вас привезти обратно, какой-то, ну, это просто сказки, ну, оно же видно все было, понимаете. Экипировка была какая-то? Да, у него, ну, все, ну, дали нам в июне аж, в июне нам дали, только бронежилеты привезли, и то не на всех, ну, просто, то есть, бронежилеты БУ, вот, одна пластина, все, больше ничего нет, потом уже там начали подвозить, подвозить, а так, вообще, мне даже сказали, тебе он не нужен, ты он на кухне, там, ковыряйся, все. А, 2014 год, да, вы уже были на свободе? Я приехал 27 мая с Брянска, еле мы добрались как раз, в 2014 году? Да. То есть, там были на заработках, да, или на заработках? Сидел в ФМС, получается, 3 месяца, потому что началась, ну, заворуха. ФМС, это что? Федеральная миграционная служба, ну, та же самая тюрьма. Пошли, сами попросились, ну, мы же, нам сказали, в течение трех дней вы будете дома, и вот эти три дня у нас получились 3 месяца. Ну, короче, вы помните, 2014 год, да? Конечно. Вы каким-то там политически активным были или нет? Нет. Ну, а что думаете об этой ситуации все? Ну, вы знаете, я считаю, что это было внутреннее, внутри страны этот был, кипиш весь этот весь, перепровод, то есть, нужно было разбираться с самим, нужно было правильно делать подход людей, вот, чтобы не было вот этих всех переворотов, то есть, не устраивал Янукович, не устроил большую часть Украины Янукович. Нужно было его просто по технике красиво убрать, проголосовать там или как там, ну, понятно, что он у власти, то есть, у него сила там, да, ну, красиво убрать, просто, ну, до чего оно сейчас довело, ну, вы сами. Ну, то есть, вы считаете, что, как бы, вот то, что сейчас полномасштабная война? Я считаю, это очень плохо. Да, нет, ну, вот, вот причина в войне, вы считаете Майдан, да, вот вы лично? Майдан, конечно. А почему? Ну, началось-то все с Майданом. Ну, хорошо, ну, типа, вот смотрите, люди вышли, да, на Майдан, да, как бы триггером этого всего было то, что Янукович не подписал ассоциации с Европой, да, люди, как бы, в Конституции что записано в Украинской, вы гражданин Украины до сих пор, да? Да. Да. В Конституции украинской что записано? Что? Единым джерелом в Лады, в Украине кто я? Народ. Народ не согласился, да? Вот, россияне говорят, что это переворот, да? Но Янукович убежал. Ну, он убежал, да? Человек убежал, да? Он в России. Да. Страна без власти не может находиться, правда? Ну, конечно. То есть, произошли выборы демократические, президента нет. То есть, там был, это называется, как бы, временно исполнял обязанности президента, да, в Украине. Был человек, потом произошли выборы, люди выбрали Порошенко 50+, и так далее. Ну, с этим ясно, да? Вот, ну, Янукович убежал, да? Вот там выборы, не выборы. Но кого выбирать, если его нету? Что его нужно? Да. Дальше. Без поддержки России Донецкая, часть Донецкой и Луганской областей, они бы могли продержаться? Нет. Против регулярных войск в СССР? Нет, нет. Значит, это Россия заварила? Вы можете говорить все, что хотите? Получается так. Ну, это Россия заварила эту всю кашу, да? Россия поддержала просто. Я так это понимаю. Ну, конвои шли? Гум-конвои, вот эти шли там на ДНР, ЛНР, так называемые, да? Там все говорили, что это гуманитарные конвои. Вот, вы вообще каким оружием умеете пользоваться? Ну, автомат Калашникова. Да, это вы умели им пользоваться? Ну, я служил в армии. Служил, хорошо. Вот, например, если это локальный конфликт, да, так вы говорите, гражданская война, да? Большинство, чем занималась в Луганской и Донецкой областях? Это были шахтеры, да? Шахтеры работали. Да, по телеку что говорили россияне, что это шахтеры восстали, да, вот местное население, да? Ну, я вам скажу, вы знаете... У меня вопрос в чем? Россия помогала ДНРу, Россия помогала ДНРу только лишь оружием, все. Приезжали с России, как правильно выразиться. В общем, те, кто там полковники, подполковники проезжали, контролировали, подсказывали, как воевать, как лучше, как правильно, все, не больше. Сами они не лезли, сами они не воевали. Добровольцы были? В ДНРе? Все были добровольцы. Российских нет, вообще не было. У нас именно в Горловке вот то, что Зайцево, вот эти вот районы, у нас не было вообще россиян. Я вам серьезно говорю, ну, вот, как есть, говорю, не было. Не было. Россияне пошли, вот, когда февраль месяц начался... Мы говорим, а не регулярно... А все восемь лет, все восемь лет были ДНР, то есть Россия поставляла только лишь оружие. Оружие, снаряжение... Ребята, у меня очень много знакомых, вот. Ребят посылали в командировку за оружием, ребят посылали в Россию на учения, то есть их учили. Хорошо, я... Пусть будет... То, что я видел... Да, хорошо, пусть будет даже по-вашему. Россия принимала оружием, участием в конфликте? Конечно. Ну, конечно. Принимала, правильно? Ну, правильно. То есть, она была заинтересована в раскачке региона, правильно? Конечно. Ну, то есть, Украина... Конечно. Я и... чтобы полностью освободить Донецкую... Ну, Донецкую область полностью. От чего освободить? Понимаете? Как было... Ну, именно вот... Как нам преподнесли, понимаете? То есть, от националистов. Именно от националистов. То, что они начали именно рулить, понимаете? Шли к власти. То есть, ну, вот смысл такой. Понимаете? Когда касаешься, да, вот здесь коснулись. Коснулись... Были мы вот на Харьковщине, да. Ну, я лично не увидел националистов. Я вам так говорю, как есть. Не увидел. Меня даже, когда в плен брали, ну, меня брали очень мягко. Вы себя гражданином какой страны чувствуете? Вы лично? Вы знаете, я уже не знаю, честно сказать. Это нормально, когда люди любят свою страну? Конечно. А вот для меня ненормально. Вы говорите, я не знаю, чем я себя... Вот для меня дикуха. Когда человек не знает, ответит... Понимаете? Если... Нет, вы стойте. Я... 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 Я продолгу. Понимаете? Здесь я продолгу. Коллаборант. Да. Но не совершивши преступления, я уже преступник. Понимаете? И так получается всю жизнь. Всю жизнь получается так. То есть, там меня тоже как мясо вот так выкинули, понимаете? Иди. Хочешь, не хочешь, иди. То есть, и гражданином ДНР я не гражданин ДНР. И гражданин России я не гражданин России. И гражданин Украины тоже самое, страченный уже, ты тоже не нужен. И вот кто я? Вот понимаете, кто? Кем я вообще? Никто вообще. Получается так. Ну, с моей точки зрения, никто вообще. Третий мир какой-то. Я даже не знаю, где этот третий мир живет и куда деться. То есть, то, что я ясно и понятно сказал. Я хочу жить, я хочу дожить свои годы. Я хочу семью, я хочу работу. Мне без разницы. Украина будет. Пусть будет Украина. При Украине жили. Отлично. У меня работа была. У меня все было. Я даже с тюрьмы освобождался. Я получил паспорт с лагеря, как положено. Я вышел, я уже все. Вот, я гражданин. С России я освобождал. Ой, с Украины. Когда ДНР это началось, понимаете, меня лишили всех прав. Вообще всех. То есть, я освободился с волчьим билетом. Справка об освобождении. Все. Мне никакого паспорта не дали. То есть, ты все, тебе нельзя. Ты лишен этих прав. А когда лишен прав, я освободился. У меня никого нет вообще. Я у соседей жил неделю. Потому что в квартиру поднялся. У меня ни денег нету, ни хрена нету. Вообще ничего. Ни работы нету. Обратно вот так сел, думаю, опять идти воевать. Я не хочу воровать. Я не хочу. Я не хочу. Я хочу жить уже. Остаток своих дней. Дожить. И вот, вот, сейчас, вот, вы меня вот спрашиваете, вы, гражданин, какой страны? Говорят, я бы хотел бы сам вот узнать, какой я страны гражданин, понимаете? И кому я нужен вообще? Вот для вас, вот, Горловка, это какая территория? Да, это вот мой город. Я очень хочу. Не, ну, я понимаю, что вот город. Я хочу, чтобы он жил, процветал. Мне, честно скажу, мне без разницы, кто будет там. Украинцы, русские. Главное, чтобы у меня была работа. Главное, чтобы у меня не было войны. Главное, чтобы не было именно то, что беды. Просто-напросто. Именно беды. Хорошо. Кто виноват тогда вот в войне? В войне? Ну, как, ну, опять кто виноват? Ну, влезла Россия. Ну, давайте как-то называть вещи своими именами. Правильно? Влезла Россия, то есть, я считаю, в Россию. Вот если бы не лезла Россия, да, вот даже за вашим... Да, ну, за восемь лет забылось бы уже все. В четырнадцатом году Украина лично могла ли решить проблему? Я думаю, да. Могла бы, да? Я думаю, да. Я думаю, да. И без проблем бы там было? И уже бы, я же говорю, мы бы уже жили вместе, он бы... Ездили, как раньше, и по Украине, и деньги зарабатывали, и с запада к нам, с западной Украины проезжали, и мы на западную ездили. То есть, ну, было все. Я работал по строительству вообще. Вот, и когда я попал в Брянск, у меня было своих три бригады, понимаете, строительные, по ремонтам. То есть, я в Дружковке занимался, в машиностроительном заводе горной техники, то есть, делали там ремонты, вот, там очень много цехов. В Донецке тоже самое, вот, в Янакево, по металлопрофилю дома обшивали, там, ну, очень большой объем был. То есть, понимаете, ну, была работа, и все было четко. И пацаны приезжали из западной Украины, из Винницы приезжали, и все у нас было нормально. Именно нормально. А вот смотрите, да, вот если мы так вот посмотрим, вот много сейчас украинцев, они воюют, да. Вот кто-то, многие возвратились там, например, из других стран, да. У них там хорошие должностные были, работа и так далее. Они возвратились сюда и воюют с россиянами, да, с русскими, потому что это война, за свою землю, да. Они чувствуют себя украинцами, и они хотят, чтобы россияне отсюда, я закончу свою мысль, да. Вот, большинство людей из вашего региона, с которого я говорил, да, вот там части Луганской, Донецкой области, у них в жизни только одно. Чтобы была работа, семья и так далее. То есть, эти регионы не имеют, как вам сказать, ощущения родной земли. Конечно, уже, ну за восьми летом, представь. Нет, вообще, вообще типа не имеют, да, вот, вообще типа они не имеют, да. Вот, грубо говоря, вот я, у меня паспорт украинский, да. Я себя чувствую украинцем, да. Несмотря на то, что я там учился на Западе, что я говорю несколькими языками и так далее. Если меня спросят, да, у меня кровь украинская, да. Там у меня бабушка, она была полькой, но если говорить, я украинец, да. Я себя чувствую украинцем, да, вот, культурно, ментально и так далее, да. Вот, с кем я не говорю, там, с Донбасса, вот с этих частей, которые были вот в этом, в серой зоне, можно сказать, да, ЛНР, у вас нету какого-то ощущения родной земли, да, потому что вот там понятие горловка, ну вы же понимаете, это город, да. Мы говорим более, более, более глубоких вещам, да. Почему у вас нету этого чувства родной страны? Понимаете, о чем я говорю? Да. Вот даже вы, вы не чувствуете, вы чувствуете себя никем. Никем. Ну я вот, я вам говорю, как есть, понимаете. У вас нету этого чувства, да. Я так понял, что большинство людей, которые прожили с 14-го года, там, до 22-го, у них нету ощущения родной земли. Устали, очень устали люди. От войны от этой, очень устали. Смотрите, смотрите, я просто, я понимаю, что устали. Потому что без разницы, кто будет. Видели бы, что только мир был. Вы видели, что Херсон освободили, да? Да. Да, зашли украинские ВСУ, люди ждали Украину. Ждали. Они закапывали флаги. Да. Они ждали. Видел. 50% выехало, потому что они россиян не хотели, да? Они ждали эту страну, да? Вот когда мы говорим о этих частях, вот нету ощущения страны, да? Ну то есть, вот вам пофиг, да? Вот даже сидел здесь человек, я не помню, да? Он, кажется, к этим колонаровцам примкнул. Так он сказал, да мне похрен какой флаг будет. Я говорю, может, Штаты повесим? Он говорит, да похрен. А может, Турция? Да похрен, пусть висит. Почему так? Я даже не знаю, как вам сказать этот вопрос. Просто, понимаете, идет информационная война, помимо той войны, которая, то есть, кровопролитие, идет информационная война. Вот. И мы, например, там, на Донбассе, те, кто подконтрольные, не подконтрольные Украине, то есть, понимаете, у нас там несется совсем другая политика, совсем другое, ну, по-другому видят это все. Просто на... Взять, например, Краматор, там, Дружковку, Красный Лиман, там уже люди по-другому. То есть, почему? Потому что там украинская власть, там идет пропаганда, идет, понимаете, примеры, то есть, понимаете, что люди к чему-то стремятся, к Евросоюзу, да, плюс в том, в том, в том, в том. То есть, они это видят, они находятся там, и они видят эти плюсы, понимаете, видят это все. То есть, отношение само, понимаете, власти к людям. А у нас, ну, сами понимаете, видят только плохое. Потому что идет информационная война. То есть, Россия, получается, понимаете, власти ДНРовские, они преподносят именно так, как им угодно, как им надо, то есть, чтобы люди шли, понимаете, за них просто-напросто. Да нет такого, как говорится, правды, нет. Ну, хорошо, а что власть дает в так называемых ДНР, чтобы за ней идти? Я даже не знаю, что вам сказать по этому поводу. Ну, просто-напросто, вот в данный момент, вот ребята, которые прошли, да, вот в четырнадцатом году воевать, ну, все, у них уже, ну, назад хода нет. Это раз. Вот потому они и держат это все, понимаете, стараются держать. Не, ну, это понятно, вот эти все, вот эти все, что были, этот Пушилин и так далее, да, коню понятно, да. То есть, они стоят во главе. То есть, очень много погибло людей, понимаете, то есть, опять же, от обстрелов, не от российских обстрелов, от украинских обстрелов. Откуда вы это знаете? Знаю. Потому что я вам скажу, вот он, вот он Дзержинск, вот она Горловка, вот они стоят вояки. И летит с этой стороны и лупят эти дома девятиэтажки, понимаете? То есть, взять жилмассив строитель, жилмассив комсомолец. То есть, мы говорим, да, что там с украинской стороны как бы бомбили, да, вот то, что русские типа толкают. А почему, ну, то есть, если все так плохо и украинцы там все утюжили? Ну. Ну, то есть, нормально как бы жизнь продолжалась, правда? Ну, конечно. Продолжалась? Да. То есть, правильно. А то, что сейчас украинцы... Украинцы могут сейчас лупить по Донецку? Так они лупят. А может это делать? Так они это и делают. Хорошо. Они это делают. Хорошо делают? Ну, больше месяца у меня там нету, не знаю как. Нет, нету как. Ну, как бы, Мариуполь кто взял? Россияне взяли. Все под ноль снесли, правильно? Да, согласен. Все под ноль снесли. Украинцы воюют за свою землю? Я понял ваш смысл. Я вам скажу. Понимаете? Украинцы сейчас добят именно воюют именно там, где стоят именно войска, то есть, российские так называемые. Понимаете? Вот с ними они сейчас и добятся. Они город не сносят. Сам центр не сносят. Да. В этом сейчас все поменялось. Я с вами согласен. Я с вами согласен. А тогда? А вы не видели? Хотя, бывает, бывает, звоню. Вот. Она тоже говорит, да по городу начали стрелять там, по центру. Там, там. То есть, центральный рынок несколько раз обстреливали, понимаете? Оптовый рынок несколько раз. Там люди, скопление людей. Хорошо. Я это все понимаю. Вот. А вы не зная, вот например, вот вы говорите, там 8 лет Украина бомбила Донбасс, да? Да. Там било. А вы не видели кадров, например, что вот сепары, да? Вот местные, там, при этом они ставили комплексы в жилых посадках и оттуда стрелять. Это можно было, да? В сторону Украины. Это вы не видели? Это нельзя. Ну, ставили сепары установки в жилых кварталах? Да, ставили. Потому что... Да, было, да, было. Упашили в сторону... Было, было. На подконтрольные территории. Упашили? Это война? Да, с Градов стреляли, да. Да, на поселок я спустился, прямо на поселке тогда стоял две машины Градов, и именно стреляли. Ну, именно в том направлении, да, это я видел. Ну, то есть Украина должна была молчать, да, вот, чтобы долбали, короче, в эту сторону? Нет, я не говорю, что виновата в этих стрелках Украина. Это война, погибали люди, Сергей. Погибали люди и с той стороны, и с той. Очень ждали, я вам так скажу, Зеленского, когда власти пришел, понимаете? Очень ждали, от его слов отталкивая, что я остановлю эту войну. Он старался. Верите? Ну, а у каждого была большая надежда. Поверьте, что вот это вот все остановится наконец-то, и будет все нормально. Очень, знаете, очень ждать, честное слово. Ну, сейчас что-то оно вообще... Ну, хорошо, Зеленский, вот, вот, я честно говорю, да, а вот, я даже не знаю, как это сформулировать. Вся вина в украинской стороне, вся у вас. Ждали Зеленского, потому что Порошенко был плохой, Зеленский должен был остановить. Украинцы домбили бомбас, так? Грубо говоря. Но никто не говорит, центральный человек, который в этом всем виноват. Путин! Согласен. Я же... Я же вам, ну, не противоречу. То есть, я вам так скажу... Корень проблемы. Корень проблемы где? Поддержку согласен. Поддержку-то он дал вначале. Да. И он не смог остановить это все. Понимаете? Я тоже с вами в этом согласен полностью. То есть, когда началась эта вся заварушка, когда начались вот эти вот фронта, вот это вот все, бои. Почему было не остановить это все? Именно не остановить. То есть, и поставить точки на свои места. То есть, ну, мы же цивилизованные вроде как люди. 22 век, елки-палки. Ну, я смотрю на россиян, у меня большие сомнения, что они цивилизованы. То есть, ну, как-то поставить... Ну, нормально, расставить все. И чтобы было так, как оно должно быть. Вы знаете, сколько человек вышло с Захарченко? Сколько, вы думаете, человек пришло с Захарченко под... Вот первый объект, который он взял под контроль, вот первый раз объявился Захарченко. Знаете, о ком я говорю? Ну, конечно, конечно. Сколько, вы думаете, с ним было человек? Да мало было. 10. Горсовет. Сколько, вы думаете, с ним было человеком? Ну, пусть 100 человек. 100? Да. 10. Украинская СБУ могла дать... Вот этой всей своре. С двумя оружбайками. Конечно. Если бы не было России и поддержки и захода, Захарченко никто. То есть, значит, получается так, что это просто-напросто планировалось все заранее. Конечно. Конечно. Россия не может смириться, что Украина независимая страна. И что люди ее не хотят, не хотят. Знаете, я побывал в плену, хотя в школе, конечно, я учился двойки, тройки, единицы, да. Ну, как-то там получилось. Хотя историю я, ну, очень любил. Вот. Ну, что-то вот... Ну, я так вот, учителя послушаю, без смысла. То есть, я ему в уроке в слово в слово все пересказал, оно у меня вышло и вылетело, знаете. А здесь я послушал, я посмотрел, я очень многих, знаете, я вот за 48 лет, я очень многих вещей не знал. Например? Не знал за Бандеру, не знал. Для меня это был, я вам так скажу, это был националист, то есть, человек, который шел против советского, советской власти, понимаете. То есть, когда здесь я начал смотреть, это все, вникать, понимаете, ну, у меня поменялось. И кто сейчас для вас Бандер? Бандер? Ну, Бандера, это вообще легенда, я считаю. Это вообще человек, который боролся за самостоятельную Украину, за самостоятельную Украину. То есть, чтобы у нее были права, то есть, чтобы это была страна отдельная, то есть, не зависящая ни от кого, ни от Советского Союза, да. Я, вы знаете, когда я начал в это вникать, ну, это очень в корне меняет, понимаете, вообще, ну, все, вообще все. Очень я, ну, побывал здесь, я очень, ну, поменял свое мнение, я вам так скажу, вы знаете, очень поменял. Почему? Ну, потому что, может, просто стал взрослее и начал эти вещи понимать, раньше как-то я не обращал на это внимание просто, понимаете. А сейчас смотрю, ну, да, он во многих вещах был, ну, прав, правильно поступал, понимаете. Вот. Как-то так. Вы хотите, я вам что-то скажу, да? Вот, я западная Украина, да? Вот я украинец. Вы все такие же украинцы, как и мы. Но знаете, в чем ваша проблема, которая была? Россия. Несколько веков восток Украины был под Россией. Да. Вы никогда себе вопроса не задавали, почему украинский язык в областях Харьковской, Донецкой, Луганской, люди им разговаривают? Разговаривают? Да, разговаривают. В больших городах нет? Нет. Вот вы себе никогда вопроса не задавали, если это исконно русские земли, так как это русские пропагностики. Я удивлялся, когда нас привезли даже в Белгородскую область. В Белгородскую. Они именно так, на украинском разговаривании. Я вот так смотрю, думаю, какая что-то Россия. Вы слышали о таких вещах, как Эмский указ, Валуевский циркуляр? Да, здесь я уже это слышал. То, что запрещали украинский язык. На Западе этого не запрещали, и поэтому здесь культура, язык, они остались, да? Да. Голодомор. Что с вашими предками сделали россияне? Убили. Совас. Совас. Да. Ваш народ и мой народ, россияне веками мучили. Да. На Левобережной Украине. И они никак не хотят отвалить. Я же говорю еще раз, это идет просто информационная война. То есть не давали, закрывали рот со стороны России, русского, ну, русских, понимаете? Просто-напросто закрывали рот, всячески сажали в тюрьмы, то есть, ну, обрезали, понимаете, то есть украинские, украинские обычаи, украинскую вот культуру. Это все обрезалось, понимаете? Если бы, например, ну, я вам так скажу, я в четырнадцатом году я приехал в Красный Лиман, я пытался там, ну, что-то сделать с документами, просто еще на то время не так было оно, понимаете, ну, как сейчас развернуто, что раз и получил паспорт, понимаете? Вот. Я просто психанул, вот. Ну, смысл не в том. Я разговаривал в украинском языке, я, ну, отлично разговаривал, я понимал все, я разговаривал, и просто когда находишься уже, ну, определенное время с людьми, которые тебя окружают по-украинскому языку, ты разговариваешь даже русский язык и не общаешься на русском языке просто. Хотите что-то сказать россиянам? Россиянам? Да ну, что я хочу сказать, скажу, лучше давайте, прийти вы домой для себя, оставьте Украину в покое, оставьте, разберутся сами, просто-напросто. А там погибли и там, и там люди, и там, оно со времени все, забудется все, простится, простится все, вот. Помирится народ между собой, и все будет хорошо. А вот это кровопролитие, оно не доведет оно к хорошему, вообще. Просто будут страдать люди, и в России будут страдать, сколько уже пострадало. Пацаны молодые, по 20 лет погибают, просто мясо. Я считаю, это вообще неправильно. Вообще не надо сюда лезть, на Украину. Это моё личное мнение. Это моё личное мнение. Это моё личное мнение. Редактор субтитров, 12.